МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ограбление по-тихому как преступникам удалось вынести из дома крупного предпринимателя 6 миллионов гривен. Лже-папаши, на какие ухищрения идут мигрантки ради возможности остаться в Германии. В Запорожье новые случаи ботулизма. Там в реанимацию попали сразу три женщины. Источник заболевания все тот же. Рыба. В стране спасительной сыворотки нет. И сегодня это снова подтвердили в Минздраве. А пока родственники больных сбились с ног в поисках препаратов, врачи дают один совет. Не ешьте вяленую рыбу. Подробнее Сергей Борзюжа. За прошедшие выходные в областную инфекционную больницу в Запорожье доставили сразу трех человек. Диагноз у всех ботулизм. И все в крайне тяжелом состоянии. Все больные ботулизмом требуют лечения в реанимационном отделении, поскольку никто не знает, когда наступит поражение дыхательного центра и будет существовать угроза жизни человека, остановка дыхания. Со слов родных, все пострадавшие ели вяленую рыбу. Через какое-то время им стало плохо. Они начали задыхаться. Теперь родственники ломают голову. Где найти сыворотку от ботулизма? Сыворотки нету, мы сами доставали. Вот сейчас жены, что послепустил. Спасение пострадавших от ботулизма теперь дело рук исключительно близких и родных. Этого даже не скрывают в облздраве. Вот уже три года они бьют тревогу. Но централизованных поставок как не было, так и нет. Разными способами завозят какие-то контрабандные эти сыворотки. То есть мы не получили ни одного флакона сыворотки, а они должны сыворотки вакцины, поставляются централизованными поставками из Министерства здравоохранения. На сайте Минздрава лишь констатация факта. Сегодня в Украине нет препарата для лечения ботулизма. До 2014 года его поставляли из России. Действие сертификата закончилось. С тех пор сыворотку так и не перерегистрировали. И когда она появится снова, неизвестно. Тем временем, с начала месяца в Украине от ботулизма умерли два человека. Летальных исходов опасаются и в Запорожье. Ботулизм – это яд. Это не живой микроб. Это уже продукт жизнедеятельности этого микроба в анародных условиях. Рекомендация у врачей пока только одна – не покупать валеную рыбу. И если в Киеве ее продажу уже официально запретили, то в Запорожье в магазинах такую продукцию все еще расхваливают. У нас даже рыбу покупает наш дорогой уважаемый мэр. Вчера пришел, взял скумбрию копченую. Ему очень нравится. Ему скумбрию провесную и мою провесную. Так что приходите, у нас очень вкусная рыба, очень, не пожалейте. Тем временем Минздрав уже обратился к международным организациям с просьбой предоставить Украине лекарства для лечения ботулизма в качестве гуманитарной помощи. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей, подробности, телеканал Интер, Запорожье. Пока в Минздраве признают свою неспособность решить проблему, на старте медицинская реформа, которая требует не только значительного финансирования, но и подготовленности врачей, пациентов и государства. Пока же медреформа нуждается в доработке и широком обсуждении. Так считают в оппозиционном блоке. Почему полицила не голосовала за законопроект в первом чтении, объяснил глава фракции Юрий Бойко во время встречи с медиками полтавского противотуберсколезного диспансера. По его словам, в документе нужно четко прописать, кто и за какие услуги должен платить. Малообеспеченным государство должно помогать в приобретении лекарств, а для врачей создать прозрачную систему распределения больных. В целом же, для подготовки медреформы Украине нужно от 3 до 5 лет. Починать нужно увеличить финансирование медической галузи, увеличить финансирование и по зарплатам, и по лекарствам, для того, чтобы не было таких явлений, когда хвори сами закупируют себе лекарства, а не получают это, что нужно в Конституции Украины. Поэтому увеличение финансирования, первое. Другое, работать с системой государственного страхования, чтобы люди, которые им не имеют возможности сплачивать за лекарства, за них платила государство. Авария на железнодорожном переезде в Днепре. Там не разминулись грузовой поезд и трамвай, заполненный пассажирами. Погиб один человек. Почему произошло столкновение, расскажет Елена Миндалюк. Авария произошла около 6 часов утра. Трамвай следовал по своему маршруту по одной коле, поезд по другой заезжал на предприятие. Столкнулись они в месте пересечения железнодорожных путей. Регулировщица ЖД переезда в шоковом состоянии едва разговаривает с журналистами. Сильно. Я думала, не сильно. Неподалеку от грузового переезда находился экспедитор. Он погиб на месте. Пассажиры трамвая в салоне находились 30 человек, не пострадали. Мог выжить и железнодорожник, если бы не нарушил инструкции, говорит его начальник. Сотрудник приема с датчик грузов находился на первой площадке по ходу движения вместе с составителем поездов. Согласно инструкции, он не должен там находиться. Он должен после приемки груза, то есть он посмотрел вагоны на станции, он должен по инструкции сесть в тепловоз и ехать на тепловозе. В аварии железнодорожники обвинили водителя трамвая. Говорят, поезд двигался задним ходом в сторону речпорта, а трамвай после высадки пассажиров на остановке тронулся на запрещающий сигнал светофора. У водителя трамвая в результате аварии разбита голова. От госпитализации женщина отказалась, правил движения не нарушала, пересказывает нам ее версию произошедшего руководитель, сразу подчеркивая у подопечной 40-летний стаж вождения трамвая. Она поясняет то, что сигнал был зеленого цвета. Да, пока так, предварительно. Поэтому полиция ведет следование данного факта. Однако, по предварительным данным, водитель трамвая все же двигалась на красный свет светофора. Если ее вина будет оказана в суде, женщина грозит до 6 месяцев лишения свободы. Елена Медрюк, Евгений Каденцов, подробности, телеканал Интер, Днепр. В Украине начала работу дорожная патрульная полиция. На трассы международного и национального значения вышли 70 полицейских. Экипажи будут патрулировать 9 тысяч километров дорог. Как заверяют в МВД, новая служба полностью заменит госавтоинспекцию и получит даже больше полномочий. Сегодня мы запускаем более 1200 километров дорог, которые будут патрулироваться силами патрульной полиции. Это трассы международного и национального значения. Киев-Харьков, Киев-Зборев, Луцьк-Ковель и Ягодин-Царни. Патрульные полицейские будут реагировать не только на порушения в сфере безопасности дорожного движения, а и на громадской безопасности. Корреспонденты подробностей решили проверить, как работает новая служба. Но искали патруль мы довольно долго. Нашли в 80 километрах от Киева, возле Житомира на стационарном посту. Хотя в МВД обещали, полицейские будут отслеживать нарушителей, объезжая трассы. Сотрудники новой службы нам рассказали, что современной техники у них пока нет. Еще одно подозрение бывшему министру времен Януковича, экс-главу Мина ПК Николая Присяжнюка, генпрокуратура подозревает в незаконной приватизации и дальнейшей легализации госимущества. Кроме его, подозрения объявили еще двоим, но кто они в ГПУ не сообщают. По данным следствия, Присяжнюк дал согласие на приватизацию здания, принадлежавшего Министерству агрополитики по адресу Крещатик-24, которое по закону продаже не подлежит. Фонд госимущества продал здание площадью более 500 квадратов в коммерческой структуре, которую создали исключительно для этой сделки. В ГПУ ранее сообщали, что убытки государства превысили 13 миллионов гривен. Дерзкие, но тихие. В элитном районе столицы ограбили особняк топ-менеджера крупного предприятия. При том, что хозяева были дома, преступники умудрились пробраться в комнату с сейфом и унести 6 миллионов гривен. Детали в полиции не разглашают, но нашему корреспонденту Александру Васильченко удалось кое-что выяснить. Инцидент произошел на улице Бродовской в Голосеевском районе столицы. Здесь находятся элитные дома. Примерно в 11 часов ночи в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в их дом ворвались неизвестные. Уже на месте следователи выяснили. В особняк проникли четверо мужчин. Преступники вынесли сейф, в котором было 500 тысяч гривен, 180 тысяч долларов и 30 тысяч евро. Хозяева дома с супругом находились на веранде, где громко играла музыка, поэтому не слышали, как злоумышленники пробрались в дом. Двое детей 14 и 20 лет в это время были в своих комнатах. Грабители их связали скотчем. Злоумышленники были в камуфляже и балаклавах. Все, что происходило, видеокамера не зафиксировала. Объектив преступники закрыли носком. По нашим данным, ограблен топ-менеджер одного из цементных заводов. Здесь на месте ситуацию никто не комментирует. Жильцы элитных домов даже не выходят пообщаться. А люди, которые тут работают, подтверждают. Об инциденте слышали, но на камеру говорить отказываются. Тем временем в полиции сообщили. Преступников ищут, но пока безрезультатно. Александр Васильченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Наказать нардепа-радикала Игоря Масичука за мародерство требует народный депутат Сергей Каплин. С таким заявлением он обратился в генпрокуратуру. А поводом для этого послужила запись с камер наблюдения одной из столичных компаний. На ней якобы бойцы Азова под чутким руководством Масичука грабят офисное помещение. На кадрах незваные гости крушат все на своем пути, выносят сейфы и распивают спиртное. Сам же командир операции Игорь Масичук обыскивает шкафы сотрудников и пользуется их личными вещами. Запись была обнародована еще три года назад, попала в руки правоохранителей, но в архивах МВД не сохранилось, отмечает Каплин. Он требует от ГПУ изучить видеозапись и расследовать действия нардепа Масичука. Мы обратились к ГПП и НАБУ с тем, что все факты, видеодоказы, которые видели миллионы граждан в Украине и по всему миру, были расследованы. И каждый, кто занимался мародерством на Донбассе, рейдерством, рэкетом, грабунком, политической коррупцией, формированием своих статков на сручном для влады голосовании за бюджет в Верховной Раде, чтобы все эти негидники понесли криминальную ответственность за соответствующие злочины. Он ездит на недорогом авто и живет на одну зарплату. Об этом свидетельствует декларация судьи Галлицкого райсуда Львова Виталия Радченко. Но вот активисты подозревают, есть у служителя Фемиды и неучтенные активы. Так чем же он владеет и почему его прошлогодние решения вывели на акцию протеста волонтеров? Обо всем этом в материале наших корреспондентов. Виталий Радченко, судья Галлицкого райсуда Львова. Личность в городе не особо известная. Рассматривает гражданские, уголовные и админ дела. И, судя по декларации, живет на одну зарплату, а ездит на неприметной для судьи машине Hyundai Tucson 2011 года. Известно также, что живет Радченко в арендованной квартире площадью 70 квадратов. Своей во Львове не имеет. А еще в собственности у него земля 180 соток, которую он купил в 2014-м за 293 тысячи гривен в селе Ямельня Явровского района. Вот только о никаком Радченко здесь никто не слышал. Прославился судья в прошлом году. Тогда он рассматривал дело о автомобилях, которые волонтеры завозили в Украину как гуманитарную помощь, а потом переправляли в зону АТО. Одну из таких машин волонтеры купили в прошлом году в Польше. Перекрасили в цвет хаки и передали военным. Вот зупинка пески. Там дальше табличка Донецка. Позиция неба уже не действующая, потому что попала под очень серьезный платный обстрел. Когда волонтеры вернулись из АТО, то очень удивились. Они должны были заплатить 9 тысяч гривен штрафа за то, что ввезли внедорожник, не растаможив его. С таким иском в суд обратились сами таможенники. И судья Радченко его удовлетворил. Тогда активисты выходили на акцию к Галецкому райсуду Львова. Чтобы доказать свою правоту, активисты принесли все необходимые документы, фотографии, видеозаписи. Но судья штраф все же не отменил. И таких решений принял не одно, говорят волонтеры. Интересно, что во Львове Радченко живет не так давно. Переехал в 2014 из Донецкой области. Там опять же, судя по декларации, у него тоже остался земельный участок на 9 соток с домом и гаражом на несколько машин. У жены Виталия Радченко, она кстати тоже судья Сиховского райсуда, есть в собственности ценные бумаги. Это акции компании Крымгаз, которую она получила в 99-м. Есть и недвижимость, квартира в Алуште. Мы отправили запрос в госгеокадастер, чтобы узнать, действительно ли семья Радченко владеет здесь имуществом. Ответить нам пообещали завтра. Виктор Ткачук, Ольга Иванченко, Вячеслав Никифоров. Подробности, телеканал Интер, Львов. Киллеру, который покушался на жизнь Адама Смаева, могла выдать поддельный паспорт банда из миграционной службы. Правоохранители сегодня задержали четверых ее участников. Об этом написал на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Киева. Цитирую, по сути, это схема, по которой Дакар получил гражданство. И она такова. Злоумышленники подавали в миграционную службу поддельные документы тех, кто в России числился в розыске. На их основании преступникам предоставляли украинское гражданство. Потом фиктивный брак, развод и новая фамилия уже бывшей жены. Известно, как минимум, о пяти россиянах, которым банда помогла. При обыске у арестованных сегодня нашли оружие и солидную сумму налички. Напомню, 1 июня на бойца батальона Киев-2 Адама Смаева и его супругу было совершено покушение человеком, который представился французским журналистом. Он выстрелил в Адама, а в ответ получил четыре пули от его жены. На месте происшествия нашли паспорт на имя Александра Дакара, но потом оказалось, что документ липовый, а стрелявший личный киллер Кадырова Денис Султанов. Сейчас он под стражей на два месяца. В зоне АТО с начала суток зафиксировано 25 вражеских обстрелов. Один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения. Страдают от огня боевиков и мирные жители. Подробнее с линии огня Ирина Баглай. Домой муж с женой теперь только наведываются покормить домашних питомцев и посмотреть, нет ли новых разрушений. И то ждут, чтобы установилась тишина. Вчера уже собирались уезжать, сидели у калитки, беседовали с соседями, как неожиданно раздался взрыв. Так начали бахкать, мы ускочили у всех, и ребенок тут заикается такой, прискочил с женой, с матерью. Мы в шоке все были, ускочили, все в подвале друг другом не разговаривали. У нас такие гатокомбы, можно сказать. За считанные секунды просто влетели в подвал, который не раз спасал от смертельной опасности пол улицы. Тут пол улицы собиралось, человек может 15 было сразу, потому что у некоторых женщин уже пенсионеры. Здесь ступеньки есть, а есть подвалы, которые нужно опускаться. Чтобы не оказаться в ловушке и не быть погребенными заживо, у хозяина под рукой инструменты первой необходимости. Необходимый инвентарь, если они того придавят, по-моему, какой-то хопа, поддеть, вылезти. Эту улицу на окраине Авдеевки ее жители окрестили улицей Старожилов. Местным почти всем под 90. Вот они и не успели укрыться, просто застыли на месте. Вот тут я была, только нам окна поставили, деточка. Ну, пять минут не прошло, только машина отъехала, до химика не доехала, как взрыв. Часа два на ноги не могла рухнуть ноги. Батя, он 84 года, как раз был на пороге. Как он живой остался, вообще не понятно. Вот, видите, вот, и он два головы. Били боевики, как стало известно позже, из танка по позициям военных на промзоне. Попали и по жилой улице. На месте працювали представители СКК, которые нашли решки того боеприпаса, который разорвался на той территории. Они констатировали, что это, в основном, был танковый снаряд. Попередно установили, что танки вели в огонь с напрямку на салонном пункте Минеральный, который расположен на тимчасово окупованной территории. За три года через дом каждая семья пережила уже несколько вражеских обстрелов. Люди в отчаянии и не знают, где искать деньги, чтобы подлатать разрушенное. Нам надо шифер, кирпич, рубероид. Единственное, что дали, четыре мешка семейства. Все. И сказали самовывозом. У меня машины нет. Нанимать машину это 150 гривен. У меня таких денег нет. Ирина Баглай, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Соглашение об ассоциации Украина ЕС заработает с 1 сентября этого года. Об этом в Киеве заявил посол Евросоюза в Украине Хюг Менгарелли. По его словам, процесс ратификации почти завершенный. С началом осени запустится реализация всех норм документа. Напомню, Украина подписала соглашение об ассоциации еще в 2014-м. Тормозили процесс Нидерланды, которые ратифицировали соглашение только в прошлом месяце. Соглашение об ассоциации уже ратифицировано всеми членами ЕС. Это 28 стран. И вступит в силу уже скоро, а точнее с 1 сентября. Это даст импульс для имплементации всех положений, соглашения и приблизит Украину к Евросоюзу. А также усилит наше политическое сотрудничество и ускорит экономическую интеграцию Украины. А в самом Евросоюзе кипят страсти из-за мигрантов. В ЕС заявили, накажут страны за невыполнение обязательств по беженцам. В черном списке Польша, Венгрия и Чехия. Они проштрафились с квотами. И с завтрашнего дня Еврокомиссия разошлет предупреждение нарушителям, где укажут четкий лимит беженцев. Если страны проигнорируют эти уведомления и не будут пускать мигрантов, Еврокомиссия обратится в суд ЕС. А премьер Венгрии, одной из стран, которая наотрез отказывается пускать беженцев, выдвинул встречные претензии к Евросоюзу. Виктор Орбан обвинил Брюссель в пособничестве террористам. Правда, пообещал пока не выводить страну из ЕС. Орбан неоднократно призывал отказаться от принудительного распределения беженцев между странами Евросоюза. И даже обещал провести референдум по выходу Венгрии из ЕС, если Брюссель и дальше будет оказывать давление в опросе с мигрантами. В Германии нелегальные мигрантки придумали хитрую схему, как остаться в стране на законных основаниях. Нужно для этого всего ничего. Ребенок и фиктивный муж гражданин страны. Липовое отцовство оказалось довольно прибыльным бизнесом для немецких мужчин. Детали аферы в материале Татьяны Лагуновой. Остаться в Германии любым путем немецкая полиция разоблачила мошенническую схему, которая позволяет женщинам из других стран обмануть миграционные службы и легализировать свое пребывание в Германии. А мужчинам с немецким паспортом неплохо на этом заработать. Схема проста и банальна. Женщины на ранних сроках беременности приезжают по туристическим визам в Германию. На месте находят немцев, которые за деньги соглашаются фиктивно признать отцовство. И все. Женщина получает право остаться в Германии, новорожденный немецкое гражданство. А фиктивный отец – немалые деньги за признание отцовства. В среднем папам платят 5000 евро. Мы предполагаем, что речь идет о многочисленных злоупотреблениях при признании отцовства. Есть мужчины, которые, например, признали уже больше 10 детей. По данным немецкой полиции, только в Берлине в последние месяцы были зарегистрированы более 700 таких случаев. А по всей стране в разы больше. Чаще всего схемой пользуются женщины из Вьетнама, стран Африки и Восточной Европы. А отцовства продают безработные, которые получают социальную помощь. То есть по закону они не обязаны затем содержать детей. Все расходы берет на себя государство. Отказать в регистрации отцовства невозможно, даже если папаша признает уже 10-го ребенка за месяц. Поэтому немецкие политики решили изменить законы, разрешить миграционным службам тщательно проверять родителей. И если подозрения подтвердятся, отказывать в признании фиктивного отцовства. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Более 700 человек задержаны в Москве во время антикоррупционной акции. Она прошла в центре города и не была согласована властями российской столицы. Накануне оппозиционный политик Алексей Навальный призвал своих сторонников отказаться от одобренного мэрией митинга на проспекте Сахарова. Самого Навального задержали еще утром на выходе из дома. Сейчас он в отделении полиции. Аналогичные массовые акции прошли во многих российских городах. Посмотрите подробности и далее в нашей программе. Чрезвычайный Львов, о чем снова взывают в правительство мэр города Садовый. Цунами Макрон, кого смыло на парламентских выборах полетила нового президента и почему в Париже заговорили о молодых депутатах. По Ножовщиной закончилась для бывшего добровольца АТО поездка в столичной маршрутке. А все из-за того, что он вступился за пенсионера, которому отказали в льготном проезде. Подробности узнавала Ирина Романова. Это конечная остановка 410 маршрута на Петровке. Именно здесь произошла развязка этой истории. А началось все прозаично. В маршрутку зашел пенсионер и попросил водителя о льготном проезде. Відповідь водителя не была, что у меня уже есть, например, такой пасажир. А просто он сказал, что такой переговорной категории нет. Попри то, что мы дистали и показывали, власне, эту роздруківку с правами поживачів, он показывал, что так это неправда. Через какой-то период этого перегиркувания он запропонувал пояснить на кинцевой. Мария, конечно, не доехала, спешила на работу. А ее друг Игорь пошел на принцип. Приехавши на кинцеву, люди вышли с маршрутки. Я говорю, вы хотите идти? Я говорю, я не буду. Где наряд полиции? Мы должны выяснить. Святого кинул фразу в мою сторону, что он, ну, лайка была, за каким пассажиром он не хочет успокоиться. Я штукнул его в плече и сказал, что он не имеет права так говорить о своих пассажирах. Начали резко остановиться автомобиль, он сплетел вниз и выбег до меня в салон, послал в усередине, и на паузу на жар. После чего мне было признано руку. Пока ждали полицию, Игорь успел съездить в больницу, обработать рану. Наряд забрал в райотдел и пассажира, и водителя. С места событий следовательная группа Луи Ильич Ланиш и следы бурого кольора. На данный момент у нас распечатано керевное непроваджение за фактом нанесения легких телесных ушкоджений. Коллеги водителей утверждают, он человек спокойный и адекватный. Там нормальный урок. Найти руководство горе-водителя оказалось непростой задачей для пассажиров. Чему неможливо дотелефонуваться, а не до того того, який зазначенный в послугах, а не чему не можно дотелефонуваться до основоправления о справах захисту споживачей. Жоден телефон не є дійсный. Но нам повезло больше. Номер начальника мы нашли, но тот от комментариев отказался. Какая там ситуация? И полностью мы будем знать, коли будет информация от следственного. Вы считаете, что это нормально, что водитель имеет нижний, чтобы разобраться с пассажиром? Это упереденная информация, и достоверно будет, что она у следственного. В столичном управлении, которое курирует маршрутные перевозки от комментариев, тоже отказались. Мол, не владеют всей информацией. Какое наказание понесет водитель, пока неизвестно. Закон предусматривает либо штраф 50 необлагаемых минимумов, либо год исправительных работ. Ирина Романова, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. Подконтрольная Украина часть Донецкой области на грани чрезвычайной ситуации. Об этом заявил на своей странице в Фейсбуке глава региона Павел Жибривский. После обстрелов боевиков перестала работать насосная станция. Отремонтировать ее не могут. Мешает постоянный огонь со стороны боевиков. Без водоснабжения более полусотни населенных пунктов. Не под огнем, но под мусором. Зоной чрезвычайной ситуации просит признать Львов мэр города Садовый. С такой просьбой он обратился к премьеру. Отходы во Львове по-прежнему не вывозят. И так уже больше месяца. На улицах и возле баков их накопилось около 7 тысяч тонн. Кроме того, три крупные компании, которые ранее занимались вывозом мусора из города, теперь отказываются это делать. Одна из причин – отходы не принимают полигоны. Компания Ави, которая имеет 33% рынка, заявила, что она остановила свою деятельность. И в них нет подписанных угод на вывезение смятя, начиная с завтрашнего дня. Такая самая ситуация в ряду других компаний. На всех компаниях проводятся массовые переверки, массовые обшуки, ввеличивают документы неодноразово. На наши прохания про поддержку, про допомогу до государственных органов влады мы отримуем пустоту. Неожиданный поворот. Несколько часов назад апелляционный суд Черкасс окончательно оставил под стражей вероятного организатора похищения и убийства журналиста-майдановца Василия Сергеенко. Подробнее Станислав Кухарчук. Перед Черкассским судом небывалый ажиотаж. Десятки активистов пришли на заседание, где должны выносить решение. О мере пресечения возможному организатору убийства журналиста Василия Сергеенко. После того, как 30 мая апелляционная инстанция отпустила Вадима Мельника из-под стражи, в справедливость суда люди уже не верят. Подозренный Мельник, по которому сейчас должно быть принято решение, может быть, не единая нитка, которая может вывести следствие до замовника. Мы очень боимся, что Мельник в том числе тоже может исчезнуть. 4 апреля 2014 года журналиста Василия Сергеенко похитили из дома и жестоко убили в лесу, недалеко от Корсунь-Шевченковского. Из шести исполнителей преступления полиция задержала четверых. По версии следствия, начальник охраны нардепа Геннадия Бобова, Вадим Мельник, курировал это убийство. Уже месяц адвокаты пытаются вытащить Мельника из-под стражи, но пока добились только присутствия своего подзащитного на заседании в режиме видеоконференции из СИЗО. Адвокат Мельника пытается убедить судей в отсутствии доказательств против его подзащитного. В ответ прокурор просит служителей ФИМИДы посмотреть видео допроса одного из исполнителей. Мельника видео ничуть не смущает. Уверяет, исполнителей знал, но ими не руководил. После недолгих дебатов суд удаляется в совещательную комнату. А слушатели на улицу обсуждать возможное решение. Вердикт услышали лишь в самой стойке. Мельника окончательно оставили под стражей. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Самая низкая явка в истории страны и неожиданно высокий результат молодой партии президента Эммануэля Макрона. Таков исход первого тура парламентских выборов во Франции. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Елены Абрамович. Лен, здравствуй. Расскажи, так какой же политический пассианс складывается во Франции? Катя, после вчерашних выборов в европейских СМИ появилось словочитание «Цунами Макрон». Пишут, что новый президент похоронил классические французские политсилы. Деско отказался сотрудничать с некоторыми акулами, которые раньше могли его не поддерживать. И заставил французов голосовать за неизвестных кандидатов, так как многие выбрали именно партию Макрона. Его политическая сила вперед победила в более чем в двух третях округов. По результатам второго тура ей прогнозируют около 70% мандатов в парламенте. Социалисты, которые до сих пор имели абсолютное парламентское большинство, останутся по прогнозам с 10 максимум процентами. Потеряли позиции и республиканцы. Вот как прокомментировали выборы в правительстве. В течение последних месяцев все неустанно нам напоминали, что это невозможно. Вести президентскую кампанию без поддержки крупных старых политических сил. Победить левых и правых. Получить большинство. Но благодаря своей энергичности, уму, неординарности, Эммануаль Макрон сумел добиться таких результатов. Это действительно новое поколение. Представьте, более 50 депутатов парламента будут в возрасте от 25 до 35 лет. Впрочем, еще одной сенсацией этих выборов, уже не такой приятной для президента, стала рекордно низкая явка. Всего 49% избирателей. Система выборов мажоратарная. И из-за низкой явки в первом туре прошли всего 4 депутата. Во втором, который состоится в следующее воскресенье, участие примут кандидаты, занявшие два первых места. Евроскептик Марин Ле Пен, которая во время президентской гонки пару месяцев назад имела поддержку почти третьей избирателей, при таких условиях может рассчитывать только на 1% мест в парламенте. В нынешней неудаче своей партии она обвинила несправедливую, по его словам, избирательную систему. Ну а 39-летнему Макрону теперь придется управлять страной без скидок, на мешающую работать оппозицию. Катя. Лена, спасибо. Это была Елена Абрамович с результатами первого тура парламентских выборов во Франции. А вот в Великобритании из-за политической нестабильности, возникшей после выборов, Елизавета II отложила свою традиционную речь в парламенте. Это беспрецедентный случай. Дело в том, что политики до сих пор озадачены созданием коалиции. После провальных выборов партия Тори объединяется с юнионистами Северной Ирландии. Что это за партии и на какие компромиссы придется идти британскому премьеру, знает Оксана Кундеренко. Упрямая старая новая премьер Тереза Мэй после сокрушительного провала на досрочных выборах все-таки решила остаться здесь, на Даунинг-стрит-10. Но для того, чтобы сохранить должность и прописку, ей пришлось пойти на очень странное решение. Коалиция с демократической юнионистской партией или, по словам прессы, пакт с дьяволом. Кто вообще эти ДЮП? Их сайт после выборов рухнул. Все пытались понять, что это за партия такая, которая всего 10 кресел из 650 взяла, но при этом стала частью правящего большинства. Мы будем продолжать сотрудничать с нашими друзьями и соратниками из демократической юнионистской партии. У наших полиц сил на протяжении многих лет была крепкая связь, и я уверена, что мы сможем работать в интересах Великобритании. Юнионисты из Северной Ирландии основали свое движение в 70-х, когда республику сотрясали кровавые бунты ирландских националистов. Протестанты-юнионисты всегда выступали за целостность Объединенного Королевства, за что радикалы сожгли не один их дом. Мы получили отличный результат для нашего союза. Те, кто хотел разорвать на части Соединенное Королевство, теперь будут знать свое место. Союз – наша путеводная звезда. Сейчас же ДЮП – крайне правая партия, которая выступает против гей-браков, абортов и против большинства предвыборных предложений Терезы Мэй. Конечно, они будут требовать больше денег для своего региона, в противном случае могут заблокировать любой законопроект. Мэй не включила представителей ДЮП в состав своего нового кабинета министров, но ради парламентских голосов ей придется идти на уступки, что повлечет еще большую критику и без того не самого почитаемого премьера. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Дональд Трамп может предстать перед судом по обвинению в коррупции. Иск против президента США подали два прокурора штата Мэриланд. Они обвиняют Трампа в нарушении антикоррупционного законодательства. Якобы американский президент имеет иностранные доходы, тем самым нарушая конституцию страны. После победы на выборах Трамп обещал передать бизнес в управление сыновьям. Но позже выяснилось, что он до сих пор мониторит финансовое состояние своих активов. Зачем Трамп пришел на свадьбу к незнакомцам и где испекли самую большую пиццу в мире? Смотрите в нашем международном обзоре. В британском парламенте рекордное количество представителей секс-меньшинств. Среди новоизбранных депутатов Палаты общин их 45 человек, а это 7% от общего количества. По 19 парламентариев нетрадиционной ориентации представляют консерваторов и лейбористов. Еще 7% шотландскую национальную партию. Среди них 36 мужчин и 9 женщин. И ни одного трансгендера. Такое количество – абсолютный рекорд не только в Великобритании, но и во всех мировых парламентах. Американский президент пришел на свадьбу к незнакомцам. Дональд Трамп как раз находился в собственном гольф-клубе в штате Нью-Джерси, когда там проходила свадебная церемония. Пользуясь случаем, решил зайти и поздравить молодоженов. Охрана даже расчистила ему дорогу в зал, где происходило торжество. Невеста встретила президента с восторгом. Вместе они сделали несколько фото. Исчез президент еще до того, как в холле начала собираться толпа зевак. В Китае под землю ушел минивэн. Жуткие кадры сняли случайные прохожие. Среди белого дня на дороге провалился асфальт. А когда свидетели происшествия снимали на телефоны огромную яму, которая образовалась из-за разрыва трубы водоснабжения, обвалилось покрытие и под припаркованным неподалеку минивэном. К счастью, никто не пострадал. Водителей пассажиров в салоне не было. В лотерее Powerball сорвали джекпот. Один из крупнейших в ее истории. Счастливчик выиграл почти 448 миллионов долларов. Имя его пока неизвестно. Билет мужчина купил в Калифорнии. Приз будут выплачивать равными ежегодными платежами в течение 29 лет. Если победитель выберет единоразовую выплату, то приз составит почти в два раза меньше. 279 миллионов долларов. Джекпот в этой лотерее не могли сорвать больше года. В США приготовили самую длинную пиццу в мире. Рекордное блюдо испекли на востоке Лос-Анджелеса, в пригороде Фонтана. Его длина свыше двух километров. Это как минимум на 15 метров больше предыдущей рекордсменки. Неапольской пиццы, которую испекли в прошлом году. Над блюдом весом 7,5 тонн трудились десятки поваров и волонтеров. Рекорд официально зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса. Немного пиццы досталось участникам мероприятия. Но большую часть блюда отправили в приюты для бездомных. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова